450 тысяч рублей обманом похитили злоумышленники у саровчанина. Неизвестный по сотовому телефону предложил мужчине перевести деньги на безопасные счета, что потерпевший и сделал. Возбуждено уголовное дело. Мошенники также действуют и через брокерские площадки. Неизвестное лицо с целью хищения денежных средств разместило объявление в онлайн-игре о дополнительном заработке на бирже посредством инвестиций. Заявительница откликнулась на данные объявления, заполнила заявку. Позднее ей стали поступать звонки посредством программного обеспечения Skype, где неустановленное лицо предложило ей зарегистрироваться на одной из брокерских площадок для дополнительного заработка. Для совершения сделок мошенники указали заявительнице внести деньги на брокерский счет платформы. Женщина несколько раз перевела средства на различные банковские счета на сумму порядка 563 тысяч рублей. После этого злоумышленники отказывали потерпевшей в возврате денег, а потом и перестали выходить на связь. Возбуждено уголовное дело. Сотрудники ГИБДД за прошедшую неделю зарегистрировали 8 ДТП с материальным ущербом и 2 ДТП с пострадавшими. У дома 11 по проспекту Мира водитель 95-го года рождения, управляя автомашиной Ford Focus, при повороте налево по зеленому сигналу с автофором не уступил в дорогу женщине, переходившей в правильную часть дороги по регулируемым пешеходным переходам. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения в виде ушиба мягких тканей, после осмотра был отпущен домой. У дома номер 12 по улице Курчатова водитель на переходе сбил пешехода. Пострадавшего госпитализировали с отрясением головного мозга, ушибами, ссадинами, переломом лучевой кости. Водитель с места происшествия скрылся. Сейчас сотрудники ГИБДД разыскивают виновника ДТП.